Это программа «Открытый эфир» на телеканале АЭС. Меня зовут Евгения Власюк. Здравствуйте! Сегодня в выпуске поговорим о подаче электрической энергии в дома горожан. Почему случаются перебои, как это можно предотвратить, обсудим с экспертом. Сегодня в студии исполняющий обязанности генерального директора, директор по передаче, главный инженер Иркутской электросетевой компании Юрий Терских. Юрий Николаевич, здравствуйте! Добрый день! Ну и первый вопрос, такой больше вводный, наверное, для, скажем так, понятия обстановки, ситуации, чтобы телезрителям было яснее. Иркутская электросетевая компания сегодня закрепилась в числе лидеров отрасли. Вот какая у вас зона обслуживания? Основная зона присутствия Иркутской электросетевой компании – это один субъект Российской Федерации, Иркутская область, занимающий площадь 774 тысячи квадратных километров. Это пятое место в России. Компания обеспечивает выдачу мощности со всех электростанций Иркутской области, а также межсистемный переток с энергосистемой Бурятии и Красноярского края. Наиболее крупные потребители – это РЖД, предприятия нефтехимии, цветной металлургии, лесоперерабатывающий комплекс. На их долю приходится 60% отпускаемой электроэнергии, потребляемой в Иркутской области. Остальная часть приходится на так называемый мелкомоторный сектор и население. Как много жителей, обычных потребителей обслуживаете? Непосредственно к сетям Иркутской электросетевой компании присоединено 42% электроустановок населения, основная часть которого сконцентрирована в городе Иркутске, пригородах Иркутска. В целом, Иркутская электросетевая компания доводит электроэнергию практически до каждого населенного пункта Иркутской области. Количество заключенных договоров с потребителями составляет 424 632 лицевых счета, напомню, еще это 42%. А если проводить некоторые анализы, за последнее время много? Можно ли говорить об увеличении потребителей среди простого обычного населения? Да, это происходит ежегодно. Темпы роста по сравнению с 2012-2013 годом немного снизились, но по факту ежегодный рост как по полезному отпуску, так и по количеству потребителей стабильно растет. Ну вот мы сейчас с вами больше говорили об охвате, скажем так, о территории. Цифры действительно масштабные вы называете. Если говорить о техническом состоянии, от чего вы отталкиваетесь, о том, что вы используете для того, чтобы у всех ваших потребителей была электрическая энергия, я имею в виду подстанции, протяженность сетей в регионе, какая база? Конечно, и в этой части Иркутская сетевая компания занимает одно из ведущих мест в энергетическом комплексе сетевом России. Объем эксплуатируемых компаний условных единиц составляет 240 тысяч, 14. Из чего они складываются? Подстанции 220-500 кВт это 42 объекта, подстанции 35-110 кВт 371 объект, подстанции 10 на 0,4 1007 объектов. По воздушным линиям линии 520 кВт составляют 6118 кВт, сети 0,4 110 кВт 34996 кВт. То есть общая протяженность наших сетей составляет более 40 тысяч километров. В последнее время Иркутская электросетевая компания реализовывает разного рода программы, мероприятия по модернизации сетей, по модернизации подстанций. Давайте посмотрим материал, который подготовили наши журналисты об одном из таких объектов в селе Введенщина Шелиховского района. Введенщина Шелиховского района и строительстве новой подстанции специально для Введенщины. На данной подстанции установлены два трансформатора мощностью 6,3 мегавольт ампера. Ближайшие пять лет активного роста данная подстанция точно покроет. Жители района могут быть уверены, что проблем с электроснабжением в поселке Введенщина не возникнет. Подстанция была запущена в 2018 году. Она оснащена самым современным оборудованием. Пункт питания проектировался и строился таким образом, чтобы обеспечить максимальную безопасность при обслуживании и эксплуатации. Оборудование закрытого типа позволило построить подстанцию в очень короткие строки. Замеряем напряжение по первой секции шин по 10 кВт. Значит, межфазное напряжение от С, В, С, А, В и линейное напряжение фазы А, В и С. Напряжение в норме. Напряжение в норме. Поступление электроэнергии стабильное и без перебоев. Сибирские морозы не страшны для жителей Введенщины. Хотя многие сельчан имеют печное отопление и им есть чем подстраховаться, в ближайшие годы никаких проблем с электричеством не ожидается благодаря новой подстанции закрытого типа. Подстанция закрытого типа предусматривает отсутствие воздушных линий электропередач. Вместо них здесь кабельные спуски, по которым ток под землей сначала поступает в распределительное устройство, а затем уже в дома к жителям поселка. Юрий Николаевич, вот показательный пример, как у нас совсем недалеко от Иркутска растут потребители, растут населенные пункты. Шелиховский район, есть ли еще у вас какие-то, если так можно выразиться, точки на карте, какие-то населенные пункты, которые в последнее время требуют от вас, от энергетиков, больше энергии? Давайте вернемся к объекту подстанции Веденщина. Да, это один из успешно реализованных проектов, направленных на удовлетворение растущего спроса в надежном и качественном электроснабжении. Но также мы в наших планах реализация проектов на территории Иркутского Шелиховского района, на слуху объекты, которые являются такими для нас проблемными, на которые мы обращаем особое внимание. Это Мамоновское муниципальное образование, Максимовщина, Мамоны, Западный, Южный, Марковское муниципальное образование, это Новоиркутский, Николов-Пасад, Измрудный, Марково, Шелиховский район, Баклаши, Веденщина. То есть вот там, где у нас идет наибольший прирост по количеству потребителей и росту передаваемой электроэнергии и мощности. В среднем за 5 лет в этих районах рост составил 65% и количество заключенных договоров составляет более 9000. И вот исходя из этого, ЕСК учитывает темпы развития территории планирования и своей инвест-программы. За последние годы для обеспечения электроснабжения были реализованы следующие проекты. Это реконструкция подстанции Урик, реконструкция подстанции Грановщина, строительство подстанции Покровская, Дзержинск, строительство подстанции МРС, реконструкция подстанции Айок с переводом на напряжение 110 кг. Вы вот сейчас озвучили достаточно большие цифры, 65% прирост населения случился в пригородах, Иркутска, скажем так, Иркутский и Шелиховский район. С учетом вот этих обстоятельств вы работаете на опережение, вводя новые подстанции? Или как-то может быть руководство муниципалитетов выходит на вас с тем, чтобы увеличить? Я хотел бы уточниться, на 65% выросло не количество населения, а количество передаваемой электроэнергии. То есть потребление электроэнергии бытовыми потребителями возросло именно на эту величину. А все-таки в любом случае у нас достаточно сильно отмечается прирост населения в перечисленных вами населенных пунктах. И там чаще всего, как получается, жители сами к вам выходят с намерением, чтобы были установлены какие-то дополнительные объекты для бесперебойной подачи электроэнергии? Или все-таки от руководства зависит многое? Нет, это зависит от поданных заявок, которые приходят к нам через сервисный центр и которые мы реализуем согласно постановлению правительства номер 861. Ну вот вы уже в частности тоже упомянули про еще один не менее яркий пример. Это деревня Грановщина в Иркутском районе. Наши корреспонденты тоже там побывали. Давайте посмотрим материал, который подготовили наши журналисты. Сегодня этот улыбающийся малыш доволен и счастлив. Ему тепло и уютно на руках у мамы. Мама всегда рядом, а вот тепло далеко не постоянная величина в этом доме. Все жилые помещения отапливаются с помощью электричества, а его здесь отключают около двух раз в неделю. Мы здесь живем два месяца всего, мы еще не успели обзавестись знакомыми. То есть на время отключения света, чтобы мы куда-либо могли уйти, ну вот старшего ребенка одеваем теплее, маленького мы вынуждены укутывать в одеяло. Одеяло, конечно, вещь хорошая, но когда температура в помещении едва доходит до 10 градусов, вряд ли может кого-то согреть. Тепло в домах жителей деревни Грановщина напрямую зависит от наличия электричества. Как только тухнет свет, дом остывает буквально за час и спрятаться от наших сибирских морозов людям негде. А ведь сейчас только начало зимы. Сейчас к Новому году, сейчас вообще будет, не знаю, что будем делать. Запаслись свечками, будем сидеть возле костра, костер будем разжигать, а что теперь греться надо как-то. Костры в такой ситуации действительно стоит разводить, вот только не на улице, а в печи. При наших климатических условиях не иметь в доме печь просто недальновидно, говорят специалисты. О проблемах отключения электроэнергии в пригородах Иркутской энергетики знают и занимаются решением этой проблемы. Все дело в количестве вновь присоединяющихся потребителей. В зоне Урик Грановщина в этом году более 600 новых электроустановок. Это около 42 трансформаторных подстанций, более 24 километров новых и перестроенных линий электропередач. Во время присоединения электроустановок и усиления существующих энергетикам приходится отключать целые улицы, так как по закону специалисты обязаны подключить человека к сети в течение полугода. И если эти сроки приходятся на зимний период, времени отложить их нельзя. В 2008 году потребности подстанции Урик удовлетворяли тому составу населенных пунктов, которое на тот момент было. И с того времени произошло расширение вот этих населенных пунктов, строительство домов и мощности трансформаторной подстанции Урик были исчерпаны. И мы были вынуждены делать реконструкцию, менять трансформаторы на большую мощность. В результате вот как раз с 50 мегаватт мы вышли на 80. В данный момент территории муниципального образования в 42 тысячи гектар обслуживают три подстанции, расположенные в населенных пунктах Урик, Карлук и Хомутова. В ближайшее время в районе деревни Столбово будет поставлена еще одна подстанция, которая должна будет разгрузить уже не справляющиеся с нагрузкой электрические сети. А пока жителей просят запастись терпением и альтернативными способами обогрева, кроме электричества. Юрий Николаевич, ну вот еще один не менее показательный пример, когда растет население в муниципалитете и как это отражается на всех жителях. Я готов прокомментировать эту ситуацию и дополнить вот то, что главный инженер восточных сетей сейчас вашему корреспонденту довел. То есть действительно в этом году в районе Хомутова-Урик-Грановщина мы столкнулись с серьезной проблемой перегрузки линий и трансформаторов. Вызвана она уже, как было сказано, значительным ростом потребления и тем, что потребители зачастую потребляют мощность выше заявленной в технологическом присоединении. И здесь проблема усугубляется тем, что дома, они с низкой эффективностью, теплоэффективностью. Это просто приводит к тому, что люди вынуждены больше потреблять электроэнергии, тем самым перегружать сети и подстанции, которые на это не рассчитаны. И при отключении электроэнергии дома тепло не держат, быстро выстывают. И вот это еще усложняет ситуацию. И действительно, у нас в Сибири не иметь резервного источника для индивидуального дома отопления, ну это нецелесообразно. Вот иллюстрацией этих слов можно обозначить следующее, что в рамках реализации инвест-программы мы массово устанавливаем приборы учета с функцией контроля мощностей. И вот за этот год в Иркунском районе, в поселке Хомутово, выявлено 145 потребителей, у которых превышена мощность от разрешенной от 5 до 15 кВт. Деревня Грановщина, 257 потребителей, превышающей мощность от 2 до 7 кВт. И вот это оказывает влияние на сети. Мы вынуждены устанавливать дополнительно трансформаторные мощности, увеличивать мощность трансформаторов выше проектной, сокращать длины фидеров для того, чтобы повысить качество напряжения и обеспечить надежность электроснабжения без нарушений правил охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, которую, кроме перечисленных задач, несет на себе сетевая компания. Вы сейчас обозначили, скажем так, нарушителей, тех, кто неправомерно поступил, увеличивая себе мощность, из-за чего вот такие вот ситуации неприятные происходят. А бывают ли обратные ситуации, когда житель знает, что ему не будет хватать той мощности, которая у него сейчас в доме есть, обращается к вам, к энергетикам с просьбой увеличить ему эту самую мощность? Что для этого необходимо сделать? Мы всю информацию необходимую размещаем на своих порталах. Вся информация также может быть получена в филиалах и в сервисном центре Иркутска Энергосбыта. То есть мы надеемся на то, что потребители, понимая всю важность этой проблемы, будут соблюдать все законы, которые необходимы. Мы для этого сделаем все необходимое, чтобы качество электроснабжения и надежность потребителей всегда только росло. Я правильно понимаю, что вот эти вот ситуации аварийные, которые случаются, они чаще всего в зимний период происходят? Да, это так. И это происходит еще раз из-за того, что люди массово используют электроэнергию на цели отопления в тех сетях, в которых это не предусмотрено проектом на те мощности, которые по факту потребляются. С какими еще трудностями вы, как энергетики, сталкиваетесь в этот зимний период работы? Здесь я бы отметил несколько моментов. Первое – это осуществление льготного технологического присоединения, где в соответствии с постановлением правительства мы должны заявители обеспечить электроэнергией в течение четырех месяцев. И строительство электрических сетей в зимний период, конечно, оно очень проблематично и оказывает такое большое для нас негативное воздействие, но мы обязаны просто выполнять свои обязательства перед заявителями. Следующее – это то, что потребители используют нагреватели кустарного изготовления, это отопительное оборудование, что ведет к числу роста пожаров и повреждению электросетевого хозяйства при пожарах, которые случаются в домовладениях. Также существует проблема хищения электроэнергию. К примеру, филиалом «Восточные электрические сети» в период с 2014 по 2018 год выявлено фактов хищения практически на 50 миллионов киловатт-часов. В денежном угрожении это составляет 51,5 миллиона рублей. Составлено порядка 1700 актов без договорного потребления. Как наказываете таких нарушителей? Здесь у нас разработаны меры как административного воздействия, так и уголовного. Первое – это то, что мы людям объясняем, что платить за потребленные и оказанные услуги необходимо своевременно, в полном объеме. В случае, если сосед осуществляет хищение и соседи проходят мимо, нужно понимать, что воруют в том числе и у них. И у нас, да. Да, потому что по факту за похищенную электроэнергию платят все потребители. Следующее – то, что когда люди подключаются, используют незаконное подключение с нарушением правил техники безопасности, правил техники эксплуатации, это возможно привести к повреждению электрооборудования и, соответственно, выходу из строя. Опять же, это небезопасно в глобальном плане. Если вот мы видим, что у нас сосед как-то кустарным, как правильно выразиться, способом подключился, это же ответственность на всех жителей подъезда в том числе и лежит. Потому что когда мы сейчас все знаем, что у нас у жизни современного человека таким образом складывается, что количество бытовых приборов элементарных дома так или иначе вырастает. И когда производится подключение к кустарным способам, под опасность, скажем так, попадают, в принципе, все соседи. Как вот если мы, например, увидели, вот иду я домой, на что обратить внимание, если я заподозрю, что сосед как-то незаконно подключился, может быть, или не так, как это нужно? Нет, ну, я думаю, что соседи и потребители, они должны в первую очередь думать о своих электроприборах, электроприемниках, которые могут выйти из строя. Ремонт их будет невозможен или будет являться дорогостоящим. Поэтому вот нужно на это посмотреть. Ну, а по факту того, что человек ворует или не ворует, то есть это мы можем определить с помощью набросов, которых не было. Ввод должен быть один. Это ввод должен быть через прибор учета. Он выполнен в соответствии с установленными требованиями. Если там идет какой-то провод, которого не было, если вы замечаете какое-то искрение или же нестабильное напряжение, то есть вот это свидетельствует о том, что в электрической сети что-то не в порядке, нужно обратиться в соответствующую компанию. Что пора бить тревогу. Для того, что, да, выехали специалисты и уже определили, что происходит, устранили, если при необходимости есть неполадки и ликвидировали самовольное подключение. Вот если я, например, сегодня иду домой, вижу провода, вот мне кажется, что не было с утра, например, таких проводов, я вот заподозрила, что мои соседи подключились, да, скажем так. Мне куда в этом случае нужно обращаться? Куда звонить? В диспетчеру, в аварийную службу? Да, вы должны звонить диспетчеру соответствующего филиала или же в Центр управления сетями. То есть телефоны, они все на нашем сайте доступны и работают в круглосуточном режиме. Юрий Николаевич, ну как раз, чтобы подобных случаев не возникало, чтобы подача электроэнергии была бесперебойной, я знаю, что в Ангарске как раз завершаются работы по прокладке кабеля между подстанциями. Наши журналисты тоже наблюдали за работой специалистов, как все это происходит. Давайте посмотрим материал. Вот такие подстанции снабжают электричеством Ангарске и в городе нефтехимиков две. Чтобы сократить долю напряжения на одну из подстанций, Иркутская электросетевая компания приняла решение о прокладке кабеля, который соединит два объекта между собой. Сегодня существующие сети в городе Ангарске, в центральной части города, они загружены под номинальные значения. То есть какие-то повреждения или вывод в ремонт плановый, в зимний период особенно, когда максимум нагрузок, он сопряжен с отключением оборудования и с отключением потребителей, точнее говоря. Наличие такой кабельной линии позволит проводить профилактические работы или исправлять аварийные ситуации без отключения жилых домов от электроэнергии, что очень важно, особенно в зимний период. Проблем с электричеством у нас особых нет. Но если оно будет лучше качества, то, конечно, все мы будем только за. Очень хорошо, что это все делается. Кабель изготовлен отечественным производителем. Его длина составляет 5,6 километров. По словам специалистов, прослужит он около 30 лет. По истечению этого срока нужно будет заменить на новый. Общая стоимость таких работ составила 71 миллион 400 тысяч рублей. Работает бригада на месте из 20 человек. Работа выполнена на 80%. Работают три единицы техники. Это экскаваторы. Осталось 20%. Идем с опережением графика. До Нового года постараемся выполнить работу. Работа по прокладке кабеля продлится до конца этого года. После чего на подстанции города будет произведено подключение. Юрий Николаевич, ну вот тоже еще один хороший показательный пример. А где-то подобные работы не в Ангарске и в других, может быть, населенных пунктах Иркутска области сейчас проводятся? Конечно. Это у нас не единичная работа. Основная часть таких работ проводится в городе Иркутске. И объем инвестиций на 2018 год составляет более 100 миллионов рублей. Это сейчас те работы, которые будут завершены к концу 2018 года. А в планах на 2019 что-то подобное уже есть? Или может какие-то на чем-то другом собираетесь делать акцент? Крупные проекты, которые можно отметить, это продолжение создания системы ОСКОЯ, на которую мы израсходуем 456 миллионов рублей. Это строительство новых центров питания подстанции 110 кВ в пригороде города Иркутска. Это подстанция Новая Елисиха, патроны, дачная, зеленый берег. И в продолжение темы кабельных линий в городе Иркутске на 2019 год запланирована сумма на эту работу 130 миллионов рублей. Также то, что немаловажно для потребителей, программа по приведению качества электроэнергии в соответствии ГОСТ на 2019 год составляет у нас 127,5 миллионов рублей. Также совместно с Министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области сформирован перечень приоритетных программ для социально-экономического развития Иркутской области. Здесь также объекты можно отметить. Это строительство подстанции 220 кВ Столбова. Это электрические сети для радиологического корпуса онкологического центра в городе Иркутске. Это еще один значимый объект Усть-Кутский район. Это сети Верхней Марково, где они практически с ноля будут выполнены. Ну и по инвест-программе 2019 года традиционно у нас значительные объемы заложены по технологическому присоединению как льготных потребителей, так и потребителей, которые подключаются у нас по индивидуальному тарифу. Юрий Николаевич, ну объем работ достаточно большой. Я так понимаю, что у вас ежегодно он увеличивается, и работы все больше и больше становятся с учетом большего количества подключений. Ну это не совсем так. То есть программа наша, она стабильна, небольшой рост присутствует, но это наша обычная инвест-программа, которую мы реализуем для повышения надежности и качества поставляемой электроэнергии нашим потребителям. Уверена, что со всем справитесь, что все у вас получится. Тем более, что в преддверии такого важного праздника в ближайшие выходные отмечайте свой профессиональный праздник, День энергетика. Юрий Николаевич, присоединяюсь к поздравлениям, желаю, чтобы все ваши планы осуществились, и несколько слов для ваших коллег. Уважаемые коллеги энергетики, примите самые теплые поздравления в канун нашего профессионального праздника День энергетика. Прошедший год был напряженным, наполненным событием, но мы энергетики в очередной раз доказали свой профессионализм, способность решать задачи любой сложности. Благодаря высочайшим профессиональным качествам, трудолюбию, ответственному отношению к делу, мы продолжаем наращивать потенциал, вводим в строй новые объекты, способствуем внедрению новых технологий. Особые слова благодарности ветеранам, тем, кто посвятил свою жизнь энергетике, создал мощный задел, дальнейшее развитие, и мы по праву гордимся вами. Желаем вам, дорогие энергетики, успехов, уверенности в завтрашнем дне, здоровья и благополучия. Юрий Николаевич, спасибо большое, присоединяюсь к вашим поздравлениям, поздравляю всех ваших коллег с профессиональным праздником. Вам большое спасибо отдельное за то, что нашли все-таки время прийти к нам в студию. Телезрителям я напомню о подаче энергии в дома иркутян и других жителей Иркутской области. Мы говорили с руководителем Иркутской электросетевой компании Юрием Терских. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин